Так, сейчас я вам покажу, что такое поствакцинальный инфильтрат в простонародье шишка. Надеюсь, видно. Надо было вчера снимать. Вчера было лучше видно. Это поствакцинальный инфильтрат в простонародье шишка. Такие шишки инфильтраты, вот тут видите, все ровно, а здесь вот такая бугорчик. Они возникают на вакцинке и многие другие препараты. Например, амоксицелин, когда колят это антибиотик, на масляные всякие препараты. Это не считается каким-то обысложным осложнением. Вот такие инфильтраты, это вариант нормы. Видите, он на ощупь плотный, может быть даже болезненным. Но его особенность в том, что он рассосется без какой-либо нашей помощи. Вмешательства здесь не требуется. Вот такой инфильтрат мы не мажем, не массируем. Итак, к доктору мы обращаемся, если вдруг инфильтрат стал жидким на ощупь, стал сильно болезненным, если вместе инфильтрата стали выпадать волосы, и если он значительно горячее, чем остальное тело животного. Тогда мы можем подразумевать, что там начался воспалительный процесс. И тогда мы идем к доктору. От чего может возникнуть воспалительный процесс? Например, шишечка зачесалась, и собачка почесала его задней лапкой, поцарапала, и попала туда бактерия. Второй вариант. Если вдруг, ну, бывает так, что иммуночка ослаблена, и как бы вроде бы само по себе там началось воспаление. Это тоже бывает крайне редко, но имеет место быть. И третье. В моей практике был случай. Я еще в те годы сама не делала инъекции собачкам, и мы пошли в ветклинику привить животное. И одну мою собачку, значит. И доктор, ну, не знаю, по запарке, или вот как так у нее это получилось, ну, в общем, она, у нее упала игла со шприца на пол. Она ее подняла и этой же иглой сделала собачке инъекцию. И на этом месте появился не только инфильтрат, но еще и воспаление. В этом случае вдруг такое произошло. Это не смертельно, не критично. Все это решаемо. В этом случае, да подожди, Тем, да, я покажу. В случае скопления в этой полости гноя, мы просто делаем надрезик, все это вычищаем, и раночка заживает. То есть это не криминально, не страшно, не смертельно. Так вот, обычный постинъекционный, поствакцинальный инфильтрат вас не должен пугать. Это вполне себе обычный вариант нормы. И проходит он, да, порой, вот от вакцин особенно, он проходит долго, до месяца. От антибиотиков тоже он может проходить до месяца. Но главное запомнить, шишку почувствовали? Не паникуем, не мажем, не греем ни в коем разе. И ничего мы с этой шишкой не делаем. Она рассосется сама. А в тех случаях, когда надо обратиться к доктору, я вам уже ранее рассказала. Все, пусть все будут здоровы, вакцинированы, и все будет хорошо. И просто многие начинают панику, и говорят, что вот зачем я прививаю собаку, если потом шишка. Так, милые мои, и у вас после укола в попе тоже будет шишка. Это нормально, это вариант нормы. Поствакцинальные инфильтраты не повод, чтобы отказываться от вакцинации. Все, включайте мозг и будьте здоровы. Вот, у Марфы здесь тоже небольшой инфильтратик имеется. Скажи, а что, не человек что ли? Конечно, все будет хорошо.